Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, какая будет из экшн камер на шумевших и очень качественных записывающих звук и видео будет лучше. Белый цвет или зеленый цвет? White или Green? Итак, поехали! Распаковал эти обе камеры и желтая, которая с зелененьким, она своеобразно красива. То есть вот мы достали камеру, естественно, давайте я покажу вам, что здесь в комплектации. Поскольку Xiaomi очень смешная комплектация, здесь кроме USB кабеля интерфейсного для подключения ничего в комплекте нету абсолютно. Ну, естественно, кроме какой-то там инструкции на китайском, что нажимать, как использовать, но это можно почитать в любом обзоре, в любом, где угодно. И да, Xiaomi с экономной комплектацией. Но большой плюс в том, что они уделили внимание именно качеству съемки. Здесь стоит Umbrella 7S процессор, что является очень хорошим-хорошим процессором сейчас на рынке. Посмотрим же на желтый цвет камеры. Начнем с него. Желтый цвет камеры спереди, зеленый по бокам и сзади. Он будет очень хорош, например, зимой. То есть если зимой где-то человек упустил, потерял камеру, либо полет на квадрокоптере и где-то упало в снег, что-то ее будет хорошо видно. Неоспоримый плюс. В снегу будет шикарно ее видно. Либо вообще где-то вот в таких вот местах, где белый цвет будет неуместен, то зеленый в этом случае будет уместен. И здесь, кстати, он молодцы. Белый же цвет, если посмотреть, то белый цвет, он будет сливаться со снегом. И он больше подойдет к, например, траве зеленой. И если где-то вы упустили эту камеру, она слетела, вы найдете ее без проблем в траве или же в каких-либо местах, там, где меньше белого цвета. Ну, а, собственно, выпущено было два цвета. Почему? Потому что белый цвет нравится одной части человечества, другой цвет нравится другой части человечества. Но было бы еще более логичным выпустить камеру в черном цвете, что Xiaomi сделала. Xiaomi молодец. Они выпустили интернациональную версию, которая сейчас доступна в черном цвете. Экшн-камеры Xiaomi UI. Можно посмотреть на эти две камеры. Как сзади, так снизу, так сверху, сбоку и спереди. Какую выберете конкретно вы? Давайте также сейчас качественно сфотографируем эти камеры на разных цветовых гаммах. И вы посмотрите, какой цвет вам нравится больше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, после просмотра всех этих фотографий уже стало легче выбрать, какой цвет все-таки лучше. Белый или желто-зеленый. Мое же мнение, лучше белый цвет. Он практичнее, его он как бы красивее, более такой стильный цвет. Зеленый же цвет также ничем абсолютно не уступает. Его также хорошо видно со всех сторон. Также видно на любом оттенке цвета. И я себе заберу белый. А что покупать, вам решать только вам. Какой цвет больше нравится вам? Напишите в комментариях. Также здесь вот комплектация еще. Xiaomi умно положила в коробку. Компактно. Аккумулятор. Аккумулятор запакован. Такой вот целлофановый пакетик. И заклеим здесь. Расклеиваем. Аккумуляторы это оригинальные, в отличие от тех копий по 2 доллара, которые везде продаются. Открывается отсек очень легко. Просто подергиваем шторку в левую сторону. И открылся отсек. Отсек плотно закрывается на защелку. И придерживается вот такими вот двумя полосками. Вставляем аккумулятор. Здесь также указан серийный номер этой камеры. И дата производства. Вставили аккумулятор. Закрыли. И зажимаем кнопку включения. Все, камера включена. Загорелся красный диод. И начал изменять свой цвет. Здесь у нас присутствуют также два порта. Один USB порт с встроенным AV портом. То есть, аналоговое видео эта камера способна передавать, что очень хорошо для FPV полетов на квадрокоптере. Здесь также вставляется флешка до 64 гигабайт. И имеет HDMI порт для подключения. Также имеет цветовой индикатор. Здесь же. Первый цветовой индикатор. Второй цветовой индикатор показывает состояние активности Wi-Fi. И третий показывает активность камеры. И четвертый есть индикатор. Он у нас вверху показывает режимы. С аккумулятором. Камера имеет вес 70 грамм. Что является обычным показателем для камеры. Весит примерно как GoPro. Она легенькая. В сравнении, например, вот с Soco S70. Которая весит 139 грамм. Это уже скрепление. Отнимем. Буквально она весит 112 грамм по спецификациям. Это легкая. Сравнительно с ней. И без аккумулятора камера весит 53 грамма. Но в камере присутствует минус. Так как нижняя резьба, которая предназначена для штативов, она не совсем такая, как хотелось бы. Возьмем типичный GoPro монопод. И попробуем закрутить на эту камеру. Он до конца не закручивается. Он прокручивается. Вот видим, здесь такая щель осталась. Которая не хочет до конца закручиваться. Как ты не возьми, как ты не крути. Все равно камера будет прокручиваться. И на стандартный обычный монопод мы ее не закрутим. Давайте попробуем теперь на гибкий монопод ее закрутить. Пробуем. И также она не закручивается. Видим, вот щель. То есть резьба входит не до конца. И попробуем еще так же большой монопод. Возможно здесь будет все лучше. Закручиваем. Все равно прокручивается. И закрутить ее до конца нельзя. Это минус. И ее нельзя нормально поставить на штатив. Скорее всего к Xiaomi это продумали. Для того, чтобы покупали больше оригинальных родных моноподов. На подвеску для квадрокоптера камера становится просто отлично. Но единственный момент. Здесь вот окошечко, в которое вставляется глазок. Его нужно будет немножко подпилять напильником или чем-то. Поскольку не влазит объектив в него буквально на миллиметр. На камере микрофон находится сверху. А динамик находится снизу. Динамик вполне себе позволяет комфортно слушать звуки. А микрофон вполне себе прилично пишет звук. Как мы могли слышать на видеозаписях, которые я продемонстрировал с нее. Также вот такие вот аквабоксы можно докупать к этой камере. Аквабокс это Kingman. Аквабокс закрывается. Имеет сверху кнопку. Здесь кнопку. Здесь кнопку. И герметично полностью закрывается. Вот так вот выглядит камера. Это в аквабоксе. Который защищает от влаги, ударов и каких-либо повреждений. В аквабоксе будет писаться хуже звук. На странице 4PDA про Xiaomi UI камеру я нашел приложение. Вот оно, которое официальное от NUI Россия. Зашел и скачал версию 2.5.1 за февраль. Скачал эту версию и сейчас мы попробуем с телефона запустить и подключиться к камере. Так, мы с вами имеем вот такое приложение UI Action, которое только что скачали. И здесь, заходя в приложение, есть инструкция, как активировать все это дело. Написано, нажмите кнопку питания для включения камеры. Нажали. Далее. Нажмите сбоку Wi-Fi кнопку камеры. После чего загорится синий индикатор. Нажали. Загорелся синий индикатор. И далее нажмите на красную кнопку и выберите Wi-Fi, которая, в общем, соответствует этой камере. Нажали красную кнопку. Так, ла-ла-ла. Тут повторяется та же инструкция. Сейчас ищет нашу камеру. Я так понимаю, нам нужно подключиться к Wi-Fi этой камеры. Горит красный индикатор сейчас. И здесь синий горит. Ага, мигает синий. Так, ну пока Wi-Fi я не вижу именно от этой камеры. И пока не удался ошибка подключения. Поиск не удался. Почему поиск не удался? Ага, вот. Нашли мы свою камеру. UDXG. Вот она называется так. Подключаемся к ней. Пароль по умолчанию 1234567890. Подключиться. Получение IP-адреса. Так, мы подключились к нашей камере. По индикаторам, я смотрю, ничего не изменилось. Попробуем тут нажать еще раз. Вот, мы соединились с камерой. Теперь мы можем видеть с экрана смартфона, что видит эта камера. Что она может снимать. Камера меняет освещение в зависимости от того, куда ей посветишь. То есть, туда, где более темно, она меняет освещение и там становится более светлым все. То есть, экспозицию камера меняет, да я скажу, неплохо даже. Осталось, вот пишет, 10% аккумулятора на нашей камере в этом углу. Здесь также можно сделать как фотографию на камеру. Фото, фото, щелк. Но пишет, что SD-карта на ней не найдена. Это ничего страшного. Попробуем пройти по настройкам камеры. Разрешение можно выбрать. Можно выбрать разрешение 16 Мп. Можно выбрать разрешение, например, 13, 12, 8, 5 Мп. Из зависимости от того, как нам нужно и что фотографировать. Также, если выбрать режим, например, не фото, а видео. То можно снять видео. И в настройках видео мы видим частоту и разрешение. То есть, мы можем поставить разрешение 1080p, 2К разрешение, 960p и частоту кадров. В 1080p максимально доступно у нас 60 кадров. В 2К режиме доступно только 30 кадров. В 960p доступно также 60 кадров. В 720p доступно 120 кадров. В 480p доступно 240 кадров. То есть, в 480p лучше всего снимать замедленную съемку. Но замедленную съемку можно снимать также и в 720p в 120 кадрах. Ну, конечно, лучше 480p, 240. Дальше. Здесь можно просмотреть альбом. Альбом фотографий, который мы уже на него сделали. Или видео. Но я ничего не сделал, поэтому у вас нет. И лента. В ленте показываются рекомендации по использованию. И новые фотографии, видео, которые мы с вами сделали. Так. Также в настройках здесь, если посмотреть, можно включить таймер. Таймер это таймер фотографии. То есть, разрешение мы ставим 16. И таймер 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. Через сколько оно сфотографирует. Также в этом приложении, если посмотреть, есть замедленная съемка режим. Сразу включаем. И это будет замедленная съемка. И делается она таймлэпсом. То есть, выбираем, какой будет интервал. Полсекунды, секунда, 2 секунды, 5 секунд, 10, 30, 60 секунд. И будет фотография делаться каждый интервал этого времени. Также присутствует функция серийной съемки. Съемка серии. То есть, нажимаем и делается сразу много фотографий. И в видеозаписях присутствует короткий видеоролик и замедленная видеосъемка. Если выберем видео, выберем замедленную видеосъемку. То будет снимать замедленную съемку в 1080p. Либо же в другом разрешении, которое мы видим. И выберем короткое видео. Короткие видео пишутся с разрешением 480 на 640 пикселей. В 30 кадрах. 4 на 3. Не понимаю, зачем оно. Если знаете, напишите в комментариях. Ну, изображение при этом не очень. Ну, в целом, можно еще посмотреть настройки этой камеры. Здесь мы можем видеть качество. Качество нужно поставить высокое, обычное, низкое. Видим дату. Дату печатать. Дату, время на фотографии или нет. Когда сфотографировали разрешение. Как разрешение видео. То есть, вот они все разрешения. Мы же будем снимать в 2К. Но в основном снимать в 1080p, 60 кадров. Самое сейчас популярное разрешение. Можно выбрать стандарт съемки. NTFC или PAL. Я выбрал от PAL, например. PAL это 25 кадров. NTFC 30 кадров обычно. Ну, PAL это больше для фильмов, NTFC для обычных видео, роликов, для чего угодно. Разрешение фотографии. Вот настройки фото. Здесь можно выбрать от 5 до 16 мегапикселей. 4 на 3. Далее. Режим фото. Обычный таймер. Замедленная серийная съемка. Здесь также можно выбирать. И можно экспозамер по центру. Средний, точечный режим камеры. Фото или видео по умолчанию при включении. И в целом по настройкам. Давайте посмотрим пару минут, как будет снимать в разных режимах эта камера. Попробуем пройтись по темноте на улице. Поснимать в Full HD 60 кадров. Поскольку это самый популярный режим для съемок на данный момент. Сейчас мы идем. Я записываю на эту камеру видео. Идем по улице. Держу камеру в руке. Как слышно, микрофон тоже хорошо, отчетливо. Сейчас должны все слышать. За что хвалят эти камеры? Это за их цветопередачу. За баланс белого. Сейчас мы можем видеть, как это происходит при съемке 60 кадров в секунду 1080p. Я чуть отдалю от себя камеру. Как сейчас звук можно слышать. Котик там в кустах запрятался. Котик там в кустах запрятался. Вроде бы все вам неплохо. На экране в это же время показывается, что я снимаю на экране мобильника в приложении. И сейчас мы пробуем зайти в подъезд. То есть сейчас темно. И сейчас потемнеет полностью. И как видим, камера справляется. Она делает кадр светлее, в отличие от некоторых экшн-камер, которые его не делают светле. Здесь же в этом плане все отлично. Темно, но у нас видно. Сейчас мы попробуем зайти в лифт. Вот, то есть камера, она везде видит в темноте. Это очень хорошо. Это настоящая экшн-камера. Также хочу отметить, что во время съемки камера нагревается примерно до 40-43 градусов. То есть чувствуется, что она такая тепленькая. А если долго снимать видео, особенно в 2К, то нагревается она значительно. Где-то до 50 градусов. То есть это тоже стоит отметить, если вам эта камера каким-то образом не должна нагреваться. Она греется. То есть если ее положить в TV-бокс и плавать с ней в бассейне, то скорее всего при долгой записи будет запотевать сам бокс, поскольку камера нагревается, а вода прохладная. Ну, теперь же наша камера полностью разрядилась и попробуем на тестере ее зарядить, посмотреть, сколько миллиампер выдаст аккумулятор родной. Итак, поехали. И вот же, наша камера зарядилась, заряжалась в среднем током 0,6 А, заряжалась примерно полтора часа. И какой результат? 825 миллиампер час. Что-то не дотягивает до 1010 миллиампер час. Но, возможно, я еще просто аккумулятор не разогнал. То есть я его только один раз зарядил, один раз разрядил и на следующий раз уже тестировал заряжанием с нуля. Ну, такой вот результат. 826 миллиампер час. Ну и подведем же коротенькие итоги. Камера в целом приличная. Мне она понравилась. За такие деньги, как 65 долларов, она снимает просто прекрасно. А самое главное в ней это качество. То есть ее приятно держать в руках, на нее приятно смотреть. Пластик приятный, ничего нигде не скрипит, не люфтит, не отваливается. Аккумулятор зажат плотно, то есть при каких-либо ударах он просто не слетит и запись не прекратится. Из плюсов. Хорошо снимает. В целом. Хорошо пишет звук. Удобное управление с мобильного телефона. Красивый дизайн. По габаритам практически как GoPro. Только для квадрокоптера не подходит размер самой вот этой окружности линзы. Но ничего там можно подпилить чуть-чуть. Из минусов. Плохо становится на штативы. Очень плохо. То есть нужно докупать отдельный родной монопод. Дальше из минусов. Это отсутствие дисплея. Но в некоторых случаях это даже не минус, поскольку меньше садится аккумулятор. Аккумулятор дотянул до 825 мА. А по факту заявлено 1010. Но на самом деле возможно еще пару раз он зарядится-разрядится и будет реальных по факту 1000. Ну, об этом напишу позже в комментариях. А так в целом. Съемку мы видели. Сейчас давайте еще посмотрим в окончании ролика коротенький таймлэпс с этой камеры. Ну, а в целом я ее могу рекомендовать. Какую, белую или желтую, как я уже говорил, решать вам. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.